Казахстанские студенты могут приступить к обучению в российских вузах после двухнедельного карантина. Но в том случае, если границы откроют, об этом сегодня рассказали в Министерстве образования соседней страны, в подвешенном состоянии пребывает и та молодежь, которая обучается в дальнем зарубежье. Некоторые вузы до сих пор не определились с формой обучения, а те заведения, где семестр начнется в привычном формате, невозможно вылететь из-за заблокированных границ. Материал Нургали Карабаева. Диас Мунаров отдыхает с родными. Сейчас йога, игры с сестрой, но впереди учеба в Китае. Половину второго курса из-за пандемии коронавируса он учился онлайн. Скоро нужно будет собирать чемоданы, но границы все еще закрыты. Да и в университете не объявили, как будут обучать – онлайн или очно. Если честно, я бы остался в Китае, потому что все-таки другая культура и очень интересно там. Мы будем ждать ответы от правительства Китая и от самих учителей. И такого мнения придерживаются многие наши студенты, обучающиеся за границей. В Ассоциации зарубежного образования говорят, что есть несколько сценариев на случай, если границы не откроют. Первый – это остаться здесь и ждать. Но для студентов это худший вариант. Тогда человек теряет год и академические знания. Можно начать обучение с сентября онлайн и надеяться, что в январе откроют границы и выехать из страны. И третий – менять страну обучения. Вот в Великобритании открыто. У них оффлайн обучение практически все. И университетское образование в том числе. Но у них такой blended программ получается, когда большие лекции онлайн, чтобы не собирать большое количество людей. А практические занятия оффлайн. В Швейцарии открыто, в Великобритании открыто, в Голландии открыто, в Германии на подходе. В Министерстве образования России сегодня заявили, что иностранные студенты могут вернуться на учебу, но после двухнедельного карантина и теста на коронавирус. Но для этого границы должны быть открыты. Если прибыть на обучение к началу учебного года невозможно в связи с ограничением международного сообщения, иностранные студенты будут обучаться в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений. Учитывая проблему с выездом на учебу за границу, Министерство образования Казахстана предложило нашим студентам перевестись в местные вузы. Но эта идея оказалась непопулярной. Многие не хотят менять университеты. Министерство иностранных дел пока не ответили, помогут ли выехать на обучение. За рубежом получают знания около 150 тысяч наших студентов. И многим остается только ждать и быть готовыми к разным сценариям. И буквально только что стало известно, что МИД Казахстана организовал оперативный штаб для координации и помощи студентам, которые получают образование в зарубежных вузах. В штаб вошли сотрудники центрального аппарата и консульские работники за рубежом. Они налаживают связь с университетами и выясняют формат обучения, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. По всем вопросам студенты могут обратиться по номерам телефонов, которые указаны на экране.